Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Педром Рауфи и вы смотрите ежедневно обзор рынка в течение сегодняшней программы. Посмотрим и разберем техническую картину, потенциал движения цены разных активов, начиная с фондового рынка, заканчивая криптовалютой, конечно же, форексом и защитных активов тоже разберем. Для того, чтобы посмотреть, что можно делать внутри дня с этими активами, внутридневной трейдинг, более-менее попробуем разобрать. Посмотрим со вчера, что произошло с ценами, какие были движения по инструментам, которые мы разбираем. Не забудьте обязательно пишите комментарии, какие еще инструменты, возможно, вас интересуют, которых мы могли бы разобрать дополнительно к этим инструментам. По поводу новостного фона, вы, наверное, уже в курсе, мы о нем очень часто говорим, он особо не меняется в последнее время, если что, можете предыдущие ролики посмотреть. Сегодня начнем с экономического календаря и посмотрим, что нас ожидает сегодня в течение дня. В 5 часов помеска, если я не ошибаюсь, да, 5 часов помеска. США ждут релиз индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости. Вы понимаете, что на рынке недвижимости США относительно очень сильный, сильный большой пузырь, который не раздувается и тут тоже позитивно довольно релизы должны быть. Запасы серой нефти дефицит уменьшается, это не очень хорошо для нефти. Достаточно еженедельные релизы, они относительно очень могут быть на самом деле, очередно там один за другим понижающий, погружающий, понижающий, погружающий. Зачастую так и есть. Поэтому по холодной нефти, возможно, есть такой немножко негативный фон сегодня в течение американских торговых сессий. 6.45 по МСК выступление главе банка Англии и ФРС сегодня тоже выступает. Как вы знаете, ФРС в последнее время уже указывает, то есть указывает на то, что вероятность повышения процентов ставки довольно высок. Опять же, это произойдет, наверное, где-то ближе к через месяц-два или даже к следующему году вообще первое повышение будет, поэтому в середине следующего года. Поэтому тут тоже немножко нужна осторожность в плане распродажи фондового рынка. Позвольте, что происходит на фондовом рынке, разберем индекс доллара США и другие валютные пары. S&P 500, как мы видим, на четырехчасовом наборе масштабных таймфреймах уже относительно отбивается от локальной поддержки, которая была протестирована 21 числа. И очень резко к нему снова мы приблизились. Возможно, этот нисходящий импульс может стать показателем того, что, скорее всего, покупатели уже делают последние, как говорится, спекуляции. Те, которые, конечно, пытаются снова набрать позиции, потому что еще будут набрать. Есть вероятность того, что еще будут набрать. Цена S&P 500 в целом где-то в районе 4800-4700 рассматривается в течение этого года в течение в целом, в течение этого месяца. В последнее время, по поводу S&P 500, имейте в виду, что вот этот нисходящий импульс, особенно для внутри дня, может означать достаточно немало. С одной стороны, с другой стороны, формация тут немножко пугающая относительно сужающая формация и восходящего направления на основании рынка. Не очень. Может хорошо отразиться. Возможно, нас ожидает еще очередное снижение. Но после такого импульсивного сильного снижения лучше отталкивается уже от того, что есть локальные минимумы такие, как 4300, 4300, 4300 приблизительно, 4300, 4300, 4300 приблизительно, где-то в этом районе. Если получим очередной импульс, то это будет достаточно хороший сигнал того, что в ближайшее время не поджатие, а именно импульс в ближайшее время, если получим, прямо с самой верхушки этой формации и к вот этим минимумам, то это будет неплохой сигнал о развороте. В случае, если его не станет, если его не будет и получится, что продолжается отжатие свечей к минимумам, то это не очень хорошо. Это признак того, что цена может ниже упасть. Но с точки зрения техники идут немножко позитивнее. Смотрится в целом картина предыдущего импульса. Даже по Dow Jones, как вы видите, потенциал дальнейшего снижения смотрится гораздо больше, гораздо шире. Сам Dow Jones, можно сказать, лучше отражает ситуацию относительно, поскольку индустриальный индекс в конце концов. И тут тестируется, кстати, довольно такая интересная отметка, если его взять приблизительно в районе 34 тысячи, то эта отметка недалеко от него. По факту сейчас получили отбой на дневном тайм-фремене, но все равно это сужающаяся формация, немножко восходящего направления, по итогам даже сходящего импульса все равно смотрится не очень разворотно. не смотрится на него очень разворотно, поэтому 34 600 хотя бы укрепление над ним, потом уже нужно посмотреть. А до этого, если импульсивно, особенно в ближайшее время, будем протестировать локальные максимумы, такие как локальное, извините, сопротивление, такие как 34 60, 34 70, то приблизительно вот этот диапазон. Если ему будем импульсивно протестировать в ближайшее время, то это вообще не хороший сигнал. Это значит, что внутри дня, скорее всего, по тренду нас ждет дальнейшее снижение. Точно так же будет и 5500 в случае, если что. По поводу 200 долларов, по поводу облигаций, которые растут, сегодня начали падать. Ну, тут разворота особо не видно, честно говоря, на облигации. А на дневном время доллара США тоже вроде бы тестируется локальный максимум, но по факту свеча вчерашняя над этим максимумом закрылась. То есть, тут по поводу разворота говорить пока еще немножко рано. По поводу разворота доллара. Технически, исходя из ситуации, которая сейчас есть, есть ли тут парабола, есть ли тут признак разворота. Ну, я его относительно, можно сказать, что даже не вижу. Что может быть дальше, исторически нужно посмотреть по уровням, где сейчас доллар находится. Да, он в районе локального максимума. Если, конечно, вы верите в спекулянтов на рынках и видеть это поджатие на дневное время и в целом закрытие дневной свечи вчерашней над предыдущим максимумом, то, скорее всего, хотя бы еще один восходящий импульс следует ожидать. Но при этом диапазон риска всегда имейте в виду, что он приблизительно относительно масштабу вашей торговли он должен быть приблизительно с золотой серединой предыдущего импульса. Если мы берем вот этот импульс, либо же мы берем вот этот целый импульс, то по факту видно, что сопротивление было, которое протестировалось и вот эта золотая середина этого импульса по факту совпадает с этим сопротивлением. 94 это слишком далеко, 93, 50, 93, 60 должно протестироваться. В случае, если они протестируются либо же протестируются импульсивно, сильно, то есть паранормальными свечами, то это тоже хороший сигнал о том, что оно дальше развернется и продолжит свое восхождение вверх. По натуральному газу тут мы видим, кстати, неплохой сигнал дальнейшего снижения, если что. Тут может быть хотя бы как минимум спекулятивное снижение. Очень интересная барра на часовом графике. На 15 минут нам тоже видно относительно поджатия открытия сегодня с ГЭПом. Но тут есть довольно такая зеркальная отметка 5,60. Нужно дождаться, посмотреть как он протестируется. Если сильно импульсивно, то этим импульсом лучше воспользоваться с целью того, чтобы закрыть продажи, которые вы уже запустили. Если сильно импульсивно. Если нет, то цена умеренно спускается под ним, протестируйте его еще раз снизу, то это достаточно хороший сигнал о том, что цена может дальше упасть. Фундаментально не должна. То есть цена натурального газа фундаментально не должна упасть. В целом. Так, друзья, мы переходим к Forex парам и посмотрим, что у нас по Forex парам. По евро, по фунту. Тут, кстати, довольно-таки красивые параболы рисуются на довольно-таки маленьких мелких таймфреймах. Но все равно по всем этим активам лучше посмотреть и по факту забрать профит, если вы сейчас пытаетесь запускать какую-нибудь короткосрочную покупку, потому что, ну, есть о нем сигнал относительно какой-нибудь там короткосрочную покупку, то, наверное, в районе там локальных сопротивлений нужно их закрыть. Ну, тут и евро, и фунт, и они все, и австралиста, и новозеландец из-за вот сильного доллара смотрятся не очень позитивно в целом. В этом случае даже если вы покупаете на фоне движения, которое будет во время европейской торговой сессии, то лучше закрываться на графиках обязательно там 15-минутных в районе локальных сопротивлений. Тут для евро есть, кстати, довольно хорошая отметка 1.17, который может протестироваться. Со вчера, кстати, протестировалась. Очередной раз протестируется, не протестируется, не факт. Но дальше, скорее всего, нас ждет понижение. И по фунту, кстати, очень сильный импульс на 4-часовом тайм-фряме его видно. И на дневном тайм-фряме тоже ситуация, ну, не очень-то и хорошо. Закрытие прям под таким пробоем довольно долгосрочным, ложным. И мы под ним закрылись, и сейчас свеча новая сегодняшняя под ним тоже открывается. Я думаю, что не стоит сильно поддаваться мыслям о покупке евро-фунта или австралица или же новозеландца. Тут ситуация, скорее всего, может быть какое-то восходящее движение импульсивное по австралиицу тоже, но оно завершится в районе 0.7260 или 0.65. И затем следует снижение продолжение общего спада, скорее всего. По новозеландцу ситуация немножко красивее, якобы мы отбиваемся от локальных поддержек, но все равно. Тут тоже середину диапазона предыдущего лучше взять, там золотую середину, это не самая середина. 69, 70, и от него отталкиваться. Если она протестируется импульсивно, это вообще суперский сигнал о том, что скористуется она дальше, в течение американских сессий будет продолжать снижаться. По поводу золота, по поводу защитных активов, по поводу серебра, мы видим, что они под давлением, еще с позавчера мы тоже говорили, что они будут под давлением, потому что новостной фонд по поводу вакцинации довольно пока останутся очень позитивной. Бывший шеф FDA регулятора американского по лекарственным средствам и продуктам питания говорил, что по факту если сравнить с того, что после дельта после распространения дельта варианта, скорее всего, будет общий иммунитет, то есть коллективный иммунитет у 90% людей. Ну, с помощью вакцины, с помощью всего-всего-всего, что есть. Поэтому золото, возможно, будет еще под давлением. Мы по поводу золота еще говорили, что в среднем сроке он смотрится хорошо, но в коротком сроке можно спекулировать, спекулировать, спекулировать и еще раз спекулировать. Очень сильно тут было, кстати, понижающее движение. И вот этот импульс последний на 30-минутном по серебру и по золоту тоже он должен быть, хотя его по золоту не видно, но по серебру его видно больше и лучше на 30-минутном. Может завершиться отбоем вверх, либо же приторможением падения. Если на ближайшие сессии цену не поднимется хотя бы на 22.40 по серебру, то, скорее всего, дальнейшее снижение следует. По поводу золота ситуация относительно похожая. Пока 1740 не пробито вверх, мы не укрепляемся над ним, скорее всего, движение вниз будет продолжаться. Есть вероятность того, что будет скоро сильное расхождение, срыв, волатильность и так далее. Поэтому можете ставить от пробоя, скорее всего, границ нынешнего боковика, который здесь. В случае, если что. Защитные пары, такие как евро-франк, доллар-франк и доллар-иена, тут видно хорошее поджатие всех этих активов локальным сопротивлением, но на 15-минутном тайм-фрейме сейчас, секундочку. И, кстати, тут есть потенциал дальнейшего роста и по USDCHF, и по USD евро-CHF. есть. То есть, по факту поджатие довольно хорошее, возможно, нас ожидает последующий импульс, восходящий. Но имейте в виду, что перед этим импульсом, потому что очень красиво отрабатывается эта отметка, и у евро-франка 1.0860. Очень красиво отрабатывается, очень четко. Поэтому, я думаю, что до его пробоя возможно сделать так, чтобы хотя бы где-то до сюда во все покупатели слились. До середины. Поэтому, мне кажется, кроме спекуляции, ничего другого не получится, наверное, сделать. Относительно ближайшего движения, имейте в виду, есть и будет в ближайшее время. То есть, тут, скорее всего, лимитными ордерами лучше будут работать в случае, если что. Где-то в середине вот этого диапазона в целом. Серия покупок 1.0840 и это по евро-франк, а по доллар-франк. Это тоже по факту середины 0.9260 можно взять для того, чтобы активизировать, скорее всего, бай-лимиты. А по поводу нефти, в случае, если что, ребята, вчера нисходящее движение начался после протеста 76.60. Наша цель была вообще 75.60, но цена поднялась аж до 76.60. Это локальное сопротивление. Это наша цель по нефти, которая была там неделю назад, еще говорилось по поводу продолжения роста. Тоже такая же ситуация была и по платинам, если вы помните, у нас по поводу ретеста снижение от дальнейший рост до тысячи и последующее снижение от него. Но сейчас ситуация немножко тут смотрится неплохо. То есть, возможно, и будет снижение, это тоже такая же по всем защитным активам. Но в целом, дальше, скорее всего, нас ожидает отбой вверх и продолжение роста. Здесь есть этот потенциал, тут вот это поджатие, которое здесь, свечные конфигурации, которые здесь в целом существуют. И на дневке просто показывает на то, что если платинам на дневке разобрать, то показано на то, что возможно будет еще один импульс. Но имейте в виду, что если мы получим разворот, то этот разворот в ближайшее время от этой поддержки может дать неплохую дорожку вверх, хотя бы в рамках этого диапазона. И по нефти, в общем, на четвертом и на дневном тайм-фрейме внутри канала мы видим отбой. И тут конфигурация свечная довольно красивая. Если в ближайшее время, если сегодняшняя свеча закроется там под 74-40, если закроемся под ним сегодня в целом и не поднимемся снова к нему, или не укрепимся над ним, то на дневном тайм-фрейме получится фрактал нисходящий. Это признак того, что цена может в средний срок упасть. Но нефти только сегодня плохая, как бы плохие релизы. Сокращение дефицита. Сокращение дефицита запасов — это значит понижение, снижение цены. Поэтому имейте в виду. Но в целом есть потенциал дальнейшего снижения в ближайшее время. Меня немножко смущает на 15-й минутке вот этот нисходящий клин по ходу дела. То есть нисходящий клин, можно даже его учитывать как нисходящий клин в районе вот в этой локальной поддержке 74,40, что-то типа якобы имеется в виду, что развернется цена. Но если бы это был восходящий клин или нисходящий клин по ходу спуска, по ходу падения, то возможно можно было его считать хотя бы ну то есть снижающая формация с восходящим наклоном во время нисходящего торрента является там признаком продолжения. То есть а тут ну как бы нету этого признака продолжения, снижения. Поэтому насчет дальнейшего снижения по нефти нужно осторожным. Скорее всего доллар в целом может делать нисходящую коррекцию, нефть восходящую, золото восходящую. Затем все пойдут дальше скорее всего делать то, что должны делать. То есть по фундаментальным фактором. И конечно же доллар канадец консолидируется, потому что и нефть относительно может вырастить. То есть у него амплитуда очень низкая. И сам доллар тоже укрепляется. Тут поджатие вниз или к сопротивлению 1.2660 1.2670 я не могу подтверждать, потому что цена очень хорошо отрабатывает эту отметку. И в случае если что мне кажется здесь логичнее всего тоже лимитные ордера наверное в середине диапазона их активизировать в середине этого импульса. Это лучше всего наверное. биткоин и эфириум продолжает свой спад. исходя из картины технической и сильное снижение амплитуды восходящего движения которое здесь формировалось, можно передугадать, что в случае есть особенность и получим восходящий импульс аномальные свечи что-то делать. Но даже по поводу этой спекуляции я не уверен. Скорее всего в ближайшее время консолидация будет продолжаться. Единственное, что может быть какой-то ретест психологической отметки 3000. то есть будут пытаться или протестировать об этом будут рассылки такие как сужение нисходящие по ходу там роста вот этого на очень мелких таймфреймах будет видно. Если что, вы можете перемотать посмотреть. Тут пока такая консолидация, которая показывает нам скорее всего продолжение вот этого общего восходящего тренда на пятиминутном таймфрейме. Это все короткий срок. Но в целом ждем ретеста 3000 по биткоину тоже. 43... 44 тысячи ретеста. Если импульсивно протестируется, то не факт, что они дальше растут. Поджатие вниз больше видно, чем вверх. Друзья, спасибо, что посмотрели этот фильм. Не забудьте обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех эфиров, которые у нас выходят от Александра Михайловича Гельчика, от Сергея Завуткина и также от Виктора Макеева. Для этого нужно обязательно нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда эти эфиры выходят, чтобы их не пропускать. Очень интересная информация в каждом из этих роликов для вас подготовлена. Спасибо, что посмотрели. И еще раз. И до следующей встречи. Всем хорошей оторговли. Пока-пока.